Ну что, день 2. Начинаем наше восхождение на Yosemite Falls. Закончилось наше восхождение к верхним водопадам. Один из максов профилонил, просидел в машине и с двумя бутылочками воды его не пустили на трейл. Во-первых, не 2 бутылочки воды больше, а во-вторых... У тебя больше чем 2? 3. Вау, полтора литра. У тебя 4 вообще. У меня 5 больших и даже, наверное, 6. День второй. Мы продолжаем покорять красоты Yosemite. Сейчас мы с Максом сделаем маленький-маленький хайк. Он всего один километр. Этот хайк к нижним водопадам Yosemite. К верхним мы решили не пойти? К верхним. Да, карта легла, так что мы сегодня не идем. Вот. Но сделаем этот трейл. Сделаем еще трейл вокруг озера. И посмотрим, что такое засеклое тут растут. Чем этот трейл приятно отличается от того трейла, что мы делали вчера. Ну, во-первых, мы идем по асфальту. Люди с колясками, с детям и ходят по четыре, по пять человек. Никакого челленджа. Хороший трейлик. С женщинами можно пройти. Супер сказочно. Да, Максимка? Да, именно так. Максимка подтверждает. Значит, пока мы есть. Поскольку трейл простой, на этом трейле много людей. Деревья, конечно, фантастические. Для нас, жителей Канады, это что-то из области невероятного. Собственно говоря, вот здесь должна быть вода. бурно от водопада. Но поскольку нет водопада, нет и воды. Я так понимаю, когда вода есть, это должно выглядеть красиво. Ну вот мы и подошли к водопаду. Называется Нижний Симитский водопад. Сейчас мы повернемся, чтобы было его хорошо видно. Вот он находится позади нас. Вот это ущелье. И вот оттуда должна падать вода. Идем мы сейчас по трейлу. Вокруг Миррор Лейка. Около пяти километров. Вокруг Миррор Лейка? Да. Подойдем, обойдем и вернемся. Вчера было красивее. Посмотрим, может, Миррор Лейк. Обещали очень Синий Кьюз. Так что, может, и не обманули. Продолжаем идти по нашему трейлу. Ну, как бы для разгрузочного дня, чтобы не сильно напрягаться. В принципе, нормальный трейл. Деревья пахнут супер. Фитонциды. Душа поет. Но поскольку мы идем по низу валой, конечно, это не то же самое, что виды сверху. Нас жестоко обманули. Мы продолжаем двигаться. Уже прошли четыре километра. Пейзаж вокруг не меняется. Или меняется довольно слабо. Вот. Но красиво, красиво. Деревья, камни. Я хочу там поменять метаданные. Они идут, меняют на этом инстансе метаданные. Ну, как бы, сэндбокс. Вот мы сделали небольшой детур. Зашли в маленькую пещерку посмотреть. Ничего прикольненько. Даже думали, что там летучая мышь, но оказалось, что нет. Камушки. Фигамушки. Разжирование такое глубокое, но тем не менее, как бы, да, мы ожидали большего здесь. Но, к сожалению. Мы ожидали озера. Собственно говоря, когда мы шли, и все было пересохшее, в общем-то, понятно, что большого озера ожидать сложно. Почти как Лейк Луис в Канаде, да, Макс? Ну, я там не был. Поэтому немного сравнивать. Ребята, мы находимся посредине Миррор Лейка. Это, собственно говоря, есть пресловутый Миррор Лейк. Даже кое-что от него немножечко осталось. Сейчас я вам покажу. Let me introduce you to the Mirror Lake. А мы с Максом, искупавшись на дне Миррор Лейка, возвращаемся обратно к нашей машине. Сейчас поедем смотреть секвой и дендроны, или что там от них осталось. К сожалению, в этом году Марипоза Груф – это самое большое место, большой парк, где больше всего секвой и дендрон, через который можно проезжать на машине, проходить пешком, обхватывать двадцатью людьми одно дерево. К сожалению, он закрыт до весны 2017 года, так что туда мы, ну, никак не попадаем. Но есть еще несколько парков, ближайший от нас, где-то полчаса на машине. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вот мы с Максом едем по прекраснейшему горному серпантину на Тойота Ярисе, этой Глорифайд Бон Моуэр. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Интересно, сейчас будем проезжать туннель, но небольшой. Очень маленький, сейчас будет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот, мы двигаемся по направлению. Сегуя дендронному парку. Ожидаем увидеть очень-очень большие красивые деревья. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Внизу у нас развалы, разломы, на этой стороне горы, на этой стороне пропасть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тойотка, тойотка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пошли с Максом немножко пофоткаться, посмотреть, как здесь. Очень красиво эти горные туннели. Это просто супер. Подвигаемся сквозь раки и буэраки. Красота. Сейчас дам панорамный вид. Ммм? Красота. КОНЕЦ вот мы с максом попали наконец на merced groove trail trail это 33 мили 3 мили умножить на 16 получаем где-то около пяти километров что должно занять у нас около часа времени пройти 4 часа вечера темнеть начинает 6 я думаю должно успеть вначале мы увидели интересный сайт сайн который говорит что здесь много mountain lions и будьте осторожны если но он вас нападет отбивайтесь бейте его стиком это очень помогает ну что поделать будем бить его стиком симпатичный тренд широкая дорога идти приятно нет никаких дурацких камней не тебе ступенек вверх не тебе ступенек вниз пока все замечательно продвигаемся дальше через лес много красивых толстых больших деревьев но секвой мы еще не видели ожидаем что-то очень большое очень толстая такое что радиозное грандиозное такое чего мы раньше не видели проходим мимо мертвых деревья все они очень большие очень здоровые куски деревянная мертвичина трупик такой не фиговый чего михалыч пойдем да макс какой-то ресурс проводит по поводу того чтобы как я понял выращивать секвой и новые молодые секвой внутри старых сгоревших знаете могут работать на общем написано что фандинг не тут пятьдесят три тысячи восемьсот долларов на американских естественно большой ребята надо будет скидываться продолжаем идти через деревья почему-то мы подозрительно все время идем а мы спускаемся все ниже и ниже к истокам мироздания я не знаю ребята будем ли мы когда-нибудь подниматься или нет думаешь это просто деревья пока еще нет то есть это не они ты уверен макс я говорю это они вот это они тогда они до того было это они вот а сейчас не будешь отрицать что это они 1 до секвой 1 секвой мы засекли мы не могли не засечь ну ладно 1 секвой guys это первое секвой я вам скажу мы нашли не одну и не 2 и даже не 3 мы нашли 5 секвой и пьющего максом адьес нам в этом парке обещали 12 секвой мы видели только 5 идем искать оставшиеся 7 нашли еще 2 секвой ушки вот они впечатляет это конечно это слышно это еще маленький то есть это это не такие через которые тут машина прямо проезжает так это самые большие есть и больше ну вот и все сходили на трейл вернулись обратно посмотрели нашли все 12 секвой очень замечательно завтра мы будем подниматься на хавдон это был хорошей разминкой вот и надеяться что мы поднимемся и спустимся до с рекордным временем и будем надеяться что мы спустимся в том же составе что поднялись я думаю это не божественный вид божественная долина божественные сэмити макс подходи рядышком сидишь мы сидим вышли с секвой сейчас поедем кушать максим затопся две порции рыбы я всего лишь одну макс больше и сильнее чем я в некоторых смыслов поэтому вот так вот как это происходит на сегодня и завтра мы лезем на хавдон когда раньше с максим здесь ходили по и сами все время думали что олени водятся только на паркинлотах потому что там моего не видели но оказывается они водятся не только на паркинлотах а буквально проезжаешь мимо сидит олень все останавливаются фотографируют вот олень это не олень это макс лень он сзади вон два оленя один и вон там второй это третий так что кругом сплошные олени много оленей и он настоящий я у м м м м м Продолжение следует... Продолжение следует...